Эти нутрициологи сошли с ума со своими белками и жирами с утра до вечера. 50 грамм белка должно быть в каждом приеме пищи. Ты никто без белка. Белок это строительный материал для организма, поэтому для здоровья всех ваших систем и органов надо потреблять достаточно. Если вы тренируетесь и в целом достаточно активны, что я крайне рекомендую, то вам нужно примерно 1,5 грамма белка на килограмм сухой массы тела в сутки. Если проще, то 1 грамм белка на 1 сантиметр роста минус 20 примерно. Нутрициологам насрать! Почему в мире такая высокая смертность от инсультов и инфарктов? Я могу предположить, что потому что людей с ожирением все больше, а ожирение это один из главных факторов развития состояния и болезней, приводящих к таким исходам. Ну а ожирение распространяется из-за бесогенной среды. Все больше вкусных и доступных калорийно-плотных продуктов вокруг и все меньше причин ходить на работу и в принципе двигаться. Потому что любой белок это жир. Чего? Вот этот неожиданный поворот. А жир сгущает нашу кровь. Любой жир обезвоживает наши ткани и органы, блокируя доступ кислорода в клетки. Откуда они все это берут? Это как сломанный телефон, многократно сломанный. Потребление жира в моменте действительно ухудшает расширяемость сосудов, что является фактором развития сердечно-сосудистых заболеваний. Ну и что? А углеводы повышают сахар в крови, а высокий сахар в крови у диабетиков. Ну и что? А белки повышают активность МТОР, который связан с развитием рака. Ну и что? Вообще ничего не есть. Краткосрочный эффект не означает долгосрочных эффектов. Если мы посмотрим, что происходит с организмом от тренировок в моменте, то может показаться, что это самое ужасное, что вы можете делать с организмом. Повышается давление, сердцебиение, маркеры воспаления по всему телу зашкаливают, повышается кортизол. И при этом тренировки это чуть ли не самое полезное, что вы можете делать с организмом в долгосроке. Короче, чушь полнейшая. Фон золотых цветов наравне с... Белок это желток.